«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто об этом помнит. Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили». Эти фразы из «Маленького принца» знают во всём мире. Впервые повести Кзюпери опубликовали в апреле 1943 года в Нью-Йорке. Тогда за несколько дней было продано более 200 миллионов экземпляров по всему миру, что поставило книгу в ряд самых продаваемых. В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Кзюпери. Сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку-презентацию, посвященную творчеству и личности писателя. «На этой выставке можно увидеть разные переиздания такой аллегорической сказки «Маленький принц». И даже представлена книга, которую можно читать одновременно на русском и на французском языке. Это, наверное, для тех, кто знаком с французским языком или, может быть, хочет изучать французский язык». Помимо этого, сотрудники библиотеки приготовили для саровчан онлайн-программу. На сайте и на ютуб-канале можно посмотреть выпуск передачи с цикла «Тайны живых книг детской литературы в портретах», в которой рассказывается о жизненном и творческом пути Антана де Сент-Кзюпери. «Достаточно любопытная программа, где можно узнать много интересного, какие-то необычные факты из его жизни, биографии, узнать о том, какая тесная связь у него была с матерью, о том, что друзья ласково называли его Сент-Экс или Сент-Экзю». Чтобы посмотреть выставку-презентацию, нужно зайти на сайт библиотеки, найти раздел «Контакты» и записаться на экскурсию. Выставка продлится до конца лета. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.